Каракалпак и Узбек в одинаковом состоянии, в одинаковом месте стоят. Нету такого, чтобы Каракалпак меньше стоял и Узбек выше. Нету. У нас в каждой структуре, в каждых госорганах, в хоккемятах и Каракалпак и Узбек работают. Это не Китай и Уйгуру. Это Узбекистан и Каракалпак. Это братья, это сестры. Это друзья, это близкие и родные люди. Посвящается всем СМИ, которые выпускают фейковую информацию, которые вмешиваются в нашу страну. Наш народ. Вы все... Так смешно случить ложь, когда знаешь правду. А перебивать жалко. Ну, человек старается. Это, по крайней мере, про Амана Сагдулаева и его преиспечников. Ассаламу алейкум всем. Меня Шахурат Мусаев зовут. Сегодня я хочу обратиться об ОБСЕ. Потом всяким там организациям по правам человека. Разным журналистам из других стран. Блогерам. Каналу БАСЕ. Лично Аману Сагдулаеву и тем, кто меня слушает. В первую очередь, на сегодняшний день, Узбекистан и Каракалпакстан, вы сами все знаете, какая ситуация была. Что случилось. И кроме этого, кроме этого, в интернете, в разных сайтах начали выпускать фейковые фотографии, видео и много чего. И при этом разным структурам, разным СМИ начали жалобу давать всякую именно Аман Сагдулаев. Я насчет Амана Сагдулаева хочу кое-что сказать. Аман Сагдулаев является человеком в розыске именно в Узбекистане за то, что он продал силхозтехники, когда работал министром Нукуса. И убежал. Ну, с нормальными деньгами. После этого он в Киргизию уехал. После этого в Россию, а оттуда уже в Норвегию или где-то там еще. Но в данное время он не является гражданином Узбекистана. В данное время он не является и не относится ни к какому нашим организациям. И в данное время он выпускает фейковые информации, говорит абсурдные вещи. Нас очень возмущает, что они говорят, что типа, короче, 12 человек арестованы, на них не подвергается никакой там давления. Понимаете? Вот это от нас бесит. Потому что Давлютмурат Тажиманатов находится в коме, в харизме. Сегодня, получаем, Азамат еще лежит в коме. Еще, получаем, Руслан лежит. Понимаете, вот журналистка Лалагуль Халла Ханова, ее нет уже в несколько дней. Не может показать живым, понимаете? А этот, то, что они говорят, 4 сотрудника МВД расстреляли, это оказывается сотрудники МВД Карагал-Факстана, которые были там. Их показательно расстреляли и сказали, что их убили вот этот митингующий ребят, понимаете? Потому что это карагал-факстанцы в форме, это сотрудники МВД, они отказались стрелять в собственный народ. Потом их арестовали более ста человек, понимаете? Они перешли в сторону народа. Вы, те, которые его слушают, хоть раз у него спрашивали доказательства о том, что он говорит. Он является карагал-факстанцем номер один сепаратистом. Сепаратисты вы, это вы знаете кто. Я не буду про сепаратистов сейчас говорить. Но он подвигает людей именно в группах, в социальных сетях на нацизм. На то, что узбеки и карагал-факки друг друга убивали, растерзали, стреляли и все такое. Некоторое время назад сам лично Аман Сагдулаев в своих группах со своими преиспешниками готовили всякую ерунду насчет того, что карагал-факстан и узбекистан отношения плохие. Как будто это Китай и уйгуры, понимаете? То, что узбекистан, карагал-факстан оккупировали там то, все и всякое такое. Я гражданин республики Узбекистан. У меня много друзей в Карагал-факстане. И никто не ущемляет их права. И то, что они выпускают 99% фейковые материалы. Я могу даже пример привести, вот сами посмотрите. Это вообще другое место. Другое фото. Они берут и провокацию делают. Почему? Потому что узбек и карагал-фак сел друг друга. Но нету такого. Именно в Карагал-факстане вышло около 2% населения. Остальные 98% не вышли на митинги. На, как они говорили, мирные митинги. 98% не вышло. Эти 2% хотели решить всю, за всех, короче, за всех людей. За оставшиеся 98%. Но это же неправильно. Почему? Каждый человек имеет право, да? Пусть. Каждый говорит. Они 2%. Которые из-за таких людей, как Аман Сагдулаев, как этот Даулет Мурат или Даулет Назар, как его зовут, даже не знаю. Такие, как Басе, вот этот канал. Я вообще, Басе, хочу тоже сказать кое-что. Вы кто вообще? Педрюги, извините. Вы родных братьев лидера Каракалпаков Даулет Мурата Тажимуратова тоже задержаны. Про самую грязную провокацию спецслужбы диктатора Мерзиёева мы тоже расскажем. Вы кто, уёбище? Вы кто, уёбище? Вы кто? Вы что? Вы кем себя возомнили? Вы куда суете нос? Вы говорите, вы против диктатуры. Вы кто-нибудь вам говорит, что у нас диктатура? Нет. В Узбекистане уже несколько лет нету диктатуры. Была бы диктатура таких, как вас, не было бы. Сразу нашли бы и, как говорится, чпокнули бы. Но вы не являетесь гражданами Узбекистана. Вы никакого отношения не имеете ни к Каракалпакам, ни к узбекам. Вы почему вмешиваетесь и выпускаете ложную информацию? Почему вы это делаете? Я знаю почему. Потому что вы являетесь сподвижниками Алга-Казахстана. Такая группировка Алга-Казахстана, как Алга-Каракалпакстан. Вы совместно все делаете это. Вы совместно. Это Таман Щуртик вам говорит. Алга-Казахстан руководители вам говорят. Из-за того, чтобы вы узбека против Каракалпака поставили. Вы фейки. Вы самый натуральный фейковый канал. Вы самый натуральный. Вы не имеете права обманывать народ. Вы не имеете права обманывать людей. Тех людей, которые смотрят вас. Ложная информация. Вы же знаете, что это такое? Можно вас без проблем на международный суд подать. И вы тоже будете извиняться, как некоторые СМИ. Не только извиняться. Вас надо вообще, не знаю, расстрелять, что ли? Потому что вы собаки, которые только лают, но не кусают. Вы не умеете кусать. Потому что вы русы, как Аман Щуртик. Да, да. Аман Щуртик. Почему Аман Щуртик? Аман Сагдулаев. Потому что он до... Когда был работал министром, на собрание в шортах пришел. До того, конченый человек. Как вы считаете себя правильными, когда вы обманываете людей? За деньги только? Деньги? Для вас деньги это все? Для вас деньги это жизнь, что ли? Нифига. Для меня нет. Деньги это мозоль рук. Деньги это грязь рук. Кто работает, тот находит. А вы пи***ть, кто им работаете. Вы не имеете права вообще. И вмешиваться, и вообще говорить. И кроме этого я хочу еще обратиться к некоторым СМИ. Я не буду даже имя их не говорить. Я не буду про них вообще что-то говорить. Это СМИ других государств, которые не относятся вообще к Узбекистану. Соседние страны. И у них тоже ложные информации. Раньше Каракалпакстан был казахстанской землей. Там пятое-десятое. Вы че вы? А че что ли? Рамсы попутали? Вы все сейчас данное время, данное время, просто ставите Узбека и Каракалпака против друг на друга. И все. Вы вмешиваетесь все и обосрали, короче, все. Прежде чем выпускать что-то, надо удостовериться, это правильно или неправильно. Это правда или неправда. А вы че делаете? А все. Фотка. Так, люди сдохли. Это вот в Каракалпакстане. Военные расстреляли Каракалпаков. Узбекские военные. Вообще-то узбекским военным было приказано не стрелять. И они не стреляли. Если бы им давали бы приказ стрелять, то этих вот, которых на танке, на других, которых избили китменям лопатами, их не было бы. Они нахрен расстреляли бы их всех. Вы че думаете? Можно все говорить, все делать, да? Аман Сагдуэ, Аман Шортик, придурик конченый. Харе уже строить из себя какого-то важного человека. Я, да, на русском, может, я много чего не могу объяснить, но на своем языке я порву их всех. Потому что они... Их только материть и бить надо. Пока их разум на место не ставится. Никто, кроме тех людей, которые находятся и являются гражданами Узбекистана, Карагалпакстана, не имеет права вмешиваться в нашу политику, наши внутренние дела и нашу страну. Вы не имеете права выпускать всякую ерунду, обсирая Узбекистан, обсирая узбеков, карагалпаков. Не имеете права. Лишь бы вам просмотр был, лишь бы вам деньги были и все, фейк, все, Карагалпакстане так было, фак было. Не было такого. Столько лет жили вместе. Никто не оккупировал Карагалпакстан. Никто никого там уколами ничего не делает. Это еще Аман Сагдулай выходит, говорит, что вот карагалпаков там, которые были в митинге, их собрали, потом сделали уколы, они через месяц умрут. Да, 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 блядь, это все полные. Это что? Аман, ты что, с жопой там что-то мутишь, что ли? Кувсов делаешь через задницу? Вы что, уеб? Охренели? Если что-то плохого хотели бы, давно уж бы сделали бы. Почему вы не можете просто вести себя нормально, не можете просто нормальные вещи говорить, правду говорить народу? А не гнать два народа против друг друга? Вы что-то плохого хотели бы вообще? Эй, басе! Котын кысып отырши, басши! Сендерин куаткан жұмысымдан бір түкей жоу! Түзі жоу! Шарваткан нәрсен 99 парызи фейк! Не куатсында? Не герек сендерге? Эй! Ватан мейнеке! Сендерин! Льбой мы, льбой жересу или сугу ми, ахунда, кушунды дейтет! Блядь! Почему мы, узбекистанцы, не вмешиваемся в другие страны? Вот я не понимаю, да? Надо вмешиваться, оказывается. Почему? Надо! Надо, оказывается, и поисторические там правды вытащить, показать всем. Надо говорить, да? Там какой-то, кто-то там пёрнул в другой стороне, надо про это говорить. Всё, надо ковырять, ковырять. Не, мы не делаем, потому что мы солидарны, потому что мы не имеем права. Это чужая страна. Чужие законы, чужая политика, чужие люди. Хоть мы и соседи, но по реальности мы не имеем права вмешиваться. И так же, так же. Те, кто вмешивается, вы тоже прижмите свою жопку вот так. И всё. Заткнитесь, пожалуйста. У нас всё хорошо. Каракалпак и узбек в одинаковом состоянии, в одинаковом месте стоят. Нету такого, чтобы Каракалпак меньше стоял и узбек выше. Нету. У нас в каждой структуре, в каждых госорганах, в хакимятах и Каракалпак, и узбек работают. Это не Китай и уйгуры. Это Узбекистан и Каракалпак. Это братья, это сёстры. Это друзья, это близкие, родные люди. А те, кто хотят это разрушить, вы, блядь, вам так пи*** будут, я вам отвечаю. Скоро пи*** так накроют вас, что вы охренеете. Всем СМИ, посвящается всем СМИ, которые выпускают фейковую информацию, которые вмешиваются в нашу страну, в наш народ. Вы все пи***.